здравствуйте наш youtube канал интернет-магазина rocketone.ru продолжает делать обзоры теннисного инвентаря и сегодня я вам расскажу о теннисных струнах wilson револьф у нас будет несколько частей посвященных струнам wilson в одном обзоре не удастся нам коротко обо всем рассказать сегодня я расскажу о видах струн wilson револьф их три вида какие они бывают чем отличаются ну начнем мы с самой простой струны которые уже идет несколько лет она появилась первой на рынке это револьф спин вот обратите внимание на струне написано револьф и под ней написано спин и многие путают со струной эта струна имеет структуру как мы видим на одиночной просто круглую структуру и очень важно не путать со струной который называется не револьф и приписано спин а револьф спин это другая струна пятигранник она так сразу называется револьф спин поэтому я попозже расскажу чем они отличаются но вот wilson в этих названиях иногда потребители путаются ну начнем самое опять как я говорил самый простой струны револьф в которой приписано что это спин хотя самой структуре нет ничего спиновского нет грани нет пятиугольника нет никаких углов это просто гладкая струна и этот спин эффект обеспечивается за счет хорошего сцепления струны с мячом ну что говорят игроки об этой струне мы очень часто спрашиваем интересуемся у профессиональных ну как правило юниоров и чаще всего этой струной играют юниоры 14 18 лет это очень прочная моно струна со спин эффектом как я уже говорил но с таким не ярко выраженным спин эффектом поскольку она гладкая и спин эффект обеспечивает за счет сильного удара и достаточно высокого контроля струны это струна с одной стороны не сильно отпускает с другой стороны она имеет энергетику то есть вот чем-то она добавляет почему юниоры особенно любят эту струну потому что при сильном ударе она добавляет мощность сил удара скорость полета меча она идет в двух диаметра 1 25 1 30 ну когда вы переходите на грунт берете 1 30 в зал 125 еще раз покажу ее структуру это гладкая спиновская струна и называется еще раз говорю она револьф но к ней приписано еще спин в принципе вот классическая струна револьф затем появилась струна револьф спин вот как я уже говорил она так и называется не просто револьф а сразу револьф спин название вот здесь написано револьф спин и она у нее структура если вы видите пятигранник то есть в этой струне намного больше спин эффект то есть она очень мощно вращает также эта струна в аннотации написано что рекомендуется для спиновских ракеток это но у спиновские ракетки имеют более редкое количество струн то есть их меньше и расстояние между струнами больше за счет этого обеспечивает спин эффект но проблему всех спиновских ракетках ракеток что струны довольно быстро начинают разбалтываться вытягиваться и болтаться по ракетке то есть это значит эта струна очень долго держит натяжение то есть не не отпускает при этом у нее очень высокий спин эффект за счет того что это пятигранник и она идет в разных цветах в черном зеленом но если я не ошибаюсь еще есть цвета на на сетах там еще добавлены цвета это вы смотрите на сайте все струны они порядка 10 примерно там 11 с половиной тысяч имеют цену вот ну как вы помните я уже говорил ранее профессиональным спортсменам мы делаем дополнительные скидки всегда звоните узнавайте вот значит еще диаметры 1 25 1 30 и еще зеленый цвет появляется на этой струне револьф спин пятигранник повторяю вот и третья струна это она появилась в девятнадцатом году револьф твист она тоже идет диаметром 125 и 1 30 и сейчас я покажу ее структуру вот ну она получается что-то такое промежуточное между вот этими двумя револьфами если одна гладкая другая имеет пятигранник с острыми гранями то здесь есть структура как вы видите да нанесена на струну еще какая-то вот такая к типа проволочки структурной и она получается вот промежуточная она вращает сильнее чем обычный револьф но слабее чем револьф спин ну и соответственно все плюсы чем меньше вот эти грани которые вращают тем струна дольше держится меньше стирается и так далее ну вот три вида струн каждая из них по-своему хороша на двух струнах еще добавлены разные цвета ну на мой взгляд это очень хорошие струны вилса никогда раньше не делал таких хороших струн моно струн то есть у вилса есть договор с люксилоном и понятно люксилон это номер один моно струна в мире жесткая мощная и так далее ну вот эта струна другая если люксилон он совсем дубовый можно сказать и отлично держит натяжение он для таких профи уже которые сформировались но какие-то ребята которым 23 года и выше с очень мощными ударами а если мощь наоборот нужно добавить как это у юниоров то как раз лучше брать револьф спины это или просто револьф это прекрасные струны они дешевле люксилона примерно они на уровне бабалат рпм бласта но они прочнее чем рпм бла стоят дольше вот ну отличная струна рекомендуем спасибо и и и Продолжение следует...